Алиса Ковалевская. Безусловно, моя. Глава первая. Макар. «В данный момент мы подыскиваем подходящее место», — ответил Яна на зойливый вопрос журналистки. «В последнее время на приют для собак поступают жалобы. Администрация города... Извините, Макар Игнатьевич, ко мне подошёл помощник. Можно вас?» «Простите». В свою очередь бросил я журналистке. Рожа у той сразу стала недовольной. Помощник отвёл меня в сторону и показал на появившуюся на горизонте шайку. Блядь. «Снова она?» — прорычал я сквозь зубы. Ответа не требовалось. Впереди с плакатом в тощих руках вышагивала девица. Только этого мне не хватало. И, сука, как раз в тот момент, когда у приюта для бездомных псов собрались журналисты. Кто бы мог подумать, что его снос вызовет такую вакханалию. «Пройдёмте в машину», — попросил охранник, всё это время стоявший немой скалой. Я было направился к дожидающемуся меня автомобилю, но передумал. Какого лешего мне прятаться от пигалицы, да ещё и при газетчиках? Но охрана настаивала. В принципе, делать мне здесь было больше нечего. Документы подписаны, уже через несколько дней начнётся снос, а за ним и строительство свеженького коттеджного посёлка. «Ладно, поехали отсюда», — приказал я. Шайка приближалась. Не успели мы проехать и полсотни метров, пикетирующие преградили машине дорогу. И снова впереди черноволосая девица, одичалая, она чуть ли не кинулась на капот. «Нет с носу приюта!» — выкрикнула она звонким, режущим уши голосом. «Нет с носу приюта!» Остальные сразу же подхватили её. Голоса роем пчёл отдавались в мозгах, так и хотелось взять и заткнуть пигалицу. Я было взялся за ручку двери, но охранник остановил меня. «Не вздумайте, Макар Игнатьевич, мало ли что у них на уме». Девица обошла машину и заторобанила в стекло. Я не открыл, и она заторобанила снова. «Трус! С человеком говорить страшно? Смелость есть только отбирать надежды у слабых?» Она посмотрела на приближающихся с противоположной стороны журналюк и закричала. «Он трус! Жалкий, ничтожный трус!» С каждой секундой гнев закипал сильнее. На заднем фоне мелькали убогие плакаты, с другой стороны стервятники СМИ щёлкали фотоаппаратами и записывали видео. Я держался до последнего, но выдержка всё же лопнула. «Удавлю нахрен!» «Хватит с меня!» — процедил и опустил стекло. Она тут же схватилась за него, взгляд упал на длинные тонкие пальцы с подстриженными под корень ногтями. «Если ты ещё раз...» Начал было, но в меня что-то полетело. «Вы вырываете открытые сердца!» — крикнула она. «Вы убийца!» Не спрашивая, водитель рванул с места, едва не зацепив психопатку. Вслед машине неслось размноженное десятками глоток. «Убийца, убийца, убийца!» Малолетняя сука. Взял с колен мягкую игрушку. Это была собака с пришитым к груди маленьким плюшевым сердцем. Отшвырнул, выматерившись сквозь зубы. «Завтра же это дерьмо появится во всех местных газетёнках. Отличный пиар накануне выборов в главы города. Ничего не скажешь». «Откуда она узнала, что вы будете здесь?» Иван обернулся назад. Всё это время молчавший губернатор задумчиво поднял собаку, презрительно скривил губы и откинул назад, к прочему хлому. «Ясное дело, откуда?» — процедил я с досадой. «Наверняка мой братец постарался». «С этим нужно разобраться, Макар», — отрезал он. Я сжал зубы. Старому хрючу нужен был лакомый кусок земли, на котором стоял грёбаный приют. Мне место главы города. Мы могли помочь друг другу получить желаемое. У отца имелись связи, выселить никому ненужных псов труда не составляло. Но тут появились эти защитники во главе с высокой тущей девицей, и всё пошло наперекосяк. «Нужно», — согласился я. «Так разберись, иначе наша сделка не состоится, Молотов. Я обещал тебе поддержку, ты её получишь. Но мне нужна эта земля». Только мы вернулись в офис, я швырнул пиджак на кресло. Вытянувшийся по струнке охранник застыл в дверях. «Свободен», — горкнул я. Тот закрыл дверь, и мы с помощником остались наедине. Я смерил Ивана тяжёлым взглядом. Отлично начавшийся день к середине превратился в дерьмо. А виной всему группа зооактивистов. Хорошо было бы сгрести их и отправить в ментовку на пару месяцев. Но история с приютом и так начала пованивать. А от этого душок стал бы ещё сильнее. «Выясни, кто эта девчонка», — приказал я. «Где учится имя, и привези её ко мне. Посмотрим, какая она смелая, когда за ней нет её стаи». Я посмотрел на часы. «Ладно, хрен с ней. С этим я разберусь. Неплохо бы ещё понять, откуда братец узнал о моих планах. Судя по всему, кто-то дал ему наводку, и этот кто-то имеет доступ к моему расписанию». «Сделай это как можно скорее, Вань», — сказал я уже сдержаннее. «Она попортила мне слишком много крови. Иди и займись, пока есть время. И позови мою секретаршу. Совсем забыл про цветы для старой кошёлки». «Вы имеете в виду жену губернатора?» Он усмехнулся. «Я тоже. Само собой её. Через пару часов надо выезжать на приём, а у меня ни подарка, ни букета. Только куча мыслей о темноволосой пигалице». «С ней действительно нужно что-то сделать», — подал голос Иван, словно мысли прочитал. «С девицей». «Я понял, что не с губернаторской благоверной». «Она слишком заметная. Это привлекает внимание». «Красивые женщины всегда привлекают внимание», — бросил я и повторил. «Найди её. И чем скорее, тем лучше». Отвесив жене губернатора россыпь дежурных комплиментов я счёл долг выполненным. Судя по снимкам, красотой она не блистала и 20 лет назад, сейчас же напоминала обвешанную цацками курицу. Едва я хотела отойти, она вцепилась в рукав моего пиджака. «Спасибо, Макар», — погладила меня по руке, улыбаясь огроменным, неподходящим к её лицу ртом с выкрашенными губищами. «Я очень рада, что ты сегодня здесь». «Я тоже». Искренне соврал я и мягко убрал руку. С обязательной частью было покончено, но уйти сразу я не мог. В любом случае, здесь собрались нужные люди, с которыми я так и так хотел перетереть несколько вопросов. Взглядом отыскав заместителя министра по коммунальному хозяйству, я взял с подноса бокал шампанского. Подошёл и кивнул в знак приветствия. «Слышал о твоих успехах», — сказал он. «Надеюсь на твою победу. Свои люди на нужных местах — это то, что нужно». «Я тоже надеюсь на свою победу». Чиновник усмехнулся. «Ты наглец, весь в своего отца». Сравнение с отцом мне было не по вкусу, но я промолчал, только оцалютовал бокалом. Перебросился парой фраз с одним, с другим, и, убедившись, что могу рассчитывать на поддержку верхов, расслабился. Времени до выборов оставалось всё меньше, и я понимал, что пролетит оно, не успея щёлкнуть пальцами, поэтому необходимо как можно скорее разобраться с проблемами. Вернувшись за столик, я задумался. Рассматривал стоящую в отдалении губернаторскую жену и прикидывал, что могу сделать, чтобы ускорить процесс выселения псарни с нужной мне территории. «Макар», — вывел меня из задумчивости женский голос. «Давно тебя не видела». Повернувшись, столкнулся взглядом с пышно-грудой блондинкой в платье с огромным декольте. Усмехнулся. «Как всегда, хороша». «Да, она одна из приближённых к президентской кормушке и моему старшему брату. Как раз, кстати». «Есть такое дело», — ответил я и показал на соседнее место. Но продолжить не успел. Заметил идущую прямо ко мне официантку и глазам не поверил. «Какого хрена? Это-то что тут делает?» «Подожди», — попросил Дану и встал как раз в тот момент, когда девица остановилась рядом. «Какого...» — мерзавка схватила с подноса бокал с красным вином и выплеснула его мне на руки. «Сука!» «Вам же нравится кровь?» — она поставила на стол пустой бокал. «Наслаждайтесь, Макар Игнатьевич. Это кровь тех, кто не может себя защитить. Вы грязный убийца. Ваши руки в крови». «Я тебя прикончу, дрянь», — процедил я. К нам было приковано множество взглядов. Если бы не это, я бы свернул ей шею прямо на месте. Она дерзко, с вызовом смотрела мне в глаза из-под тёмных ресниц. «Ты отсюда не уйдёшь», — прошипел так, чтобы слышала только она. Под ноги мне с грохотом полетел металлический поднос. Зазвенело стекло. «Вы будете гореть в аду!» — так же тихо отозвалась она и хотела смыться. Но не тут-то было. К нам уже спешила местная охрана. В долю секунды девицы скрутили. «Пусти меня, урод!» — зарычала она, пытаясь вырваться. «Пусти! Я...» — что там она, слушать никто не стал. Охранник завёл её руку за спину и потащил прочь. Рубашка липла к телу. На полу под ботинками разлилась лужа. Всё вокруг застыло. Окружающие молча ждали, что будет дальше. «Кажется, у тебя появился враг», — нарушила тишину Дана. «Да, кажется», — ответил я сквозь зубы и посмотрел на Ивана. Тот был напряжён до предела. «Отвези эту малолетнюю тварь ко мне в квартиру. Я разберусь с ней сам». Девочка доигралась. «Вы уверены, что это хорошая идея, Макар Игнатьевич?» Я наградил его уничтожающим взглядом. «Хорошее, нехорошее — плевать. Эта дрянь не просто унизила меня на глазах у влиятельных и нужных мне людей. Она добавила пищи газетчикам. Сука!» Попытался отлепить рубашку от тела и выргался. «Делай, как приказал», — рявкнул на Ивана и пошёл прочь. «Хватит с меня на сегодня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok